Очередное заседание по делу о событиях 2 мая прошло сегодня в Малиновском районном суде. В итоге рассмотрение по сути так и не началось. Рассматривался только эпизод о массовых беспорядках на Греческой площади. На скамье подсудимых два десятка сторонников русского мира. Один из защитников потребовал отвода прокурора. Однако председательствующий судья Карая ходатайство не удовлетворил. Подробности в нашем сюжете. Дело о событиях на Греческой площади слушается уже несколько месяцев. Однако рассмотрение по существу начать никак не удается. Причины разные. То не являются отдельные участники процесса, то, как сегодня, защитники требуют отвода прокурора. Я прошу удовлетворить отвод прокурору прокуратуры детской области Павлину. А также одновременно прошу рассмотреть отвод и начальнику первого отдела процессуального руководства за судебным расследованием и поддержанием государственного обвинения Генеральной прокуратуры Украины, ранее советника юстиции Шевченко, который является руководителем группы прокуроров в данном уголовном производстве. В преддверии годовщины трагедии продолжается истерия и в российских СМИ. Так, в ходе одного из ток-шо прозвучало, что Генеральная прокуратура Украины повторила свой вывод о том, что находящиеся в здании Дома профсоюзов якобы подожгли сами себя. На самом деле ГПУ утверждало лишь, что зажигательные смеси, в том числе в самом Доме профсоюзов, использовали обе стороны. Каких-либо доказательств запланированного пожара в Доме профсоюзов не установлено. Он стал следствием использования зажигательных смесей участниками массовых беспорядков. Эти выводы во многом совпадают и с результатами расследования экспертной группы 2 мая. По словам координатора группы, во многом причина затягивания процесса в том, что правоохранители очень неаккуратно провели расследование. Само обвинительное заключение построено очень странно. Но фактически обвинение в адрес каждого человека повторяет друг друга. То есть сделано методом копирования. Меняются только фотографии и биографические данные. Такого быть не может. Каждый из этих людей индивидуален. И каждый из них мог принимать участие в чем-то и не мог, а в чем-то не принимать участие. А их всех обвиняют одинаково. Активисты Евромайдана внимательно следят за ходом судебного разбирательства. По мнению Геннадия Маскаленко, обвиняемые оказывают явное давление на суд, а защитники, видимо, затягивают процесс. Так подозреваемые называют себя политзаключенными и даже узниками совести. Они хотят из себя сделать невинных, развернуть процесс в обратную сторону. Хотя я был лично, присутствовал на 2 мая, я видел, с каким зверством они убивали нас. Я видел, с каким зверством они нападали 10-го числа. Слушание дела о событиях 2 мая на Греческой площади продолжится в понедельник. Однако эксперты сходятся во мнении, что в ближайший месяц рассмотрение дела по существу не начнется. Алия Замчинская, Вячеслав Лаштаба, телекомпания «Круг».